Так, это у нас Octavia, 12-й год, на механике 1.8, двигатель CD-AB, 152 лошади, турбовый, Ген-2. Машина полностью обслужена в идеальнейшем техническом и косметическом состоянии. Она изначально новосибирская, потом ездила по Томску. У нее один косметический окрас вторым слоем вот этой вот двери. Все. Даже бампера у нее в родной краске. То есть вид у нее офигенный. О двигателе. Двигатель от Капиталин. 10 тысяч километров назад. Есть все подтверждающие документы. Стоит новая цепь. Впуск почищен. Маслоделитель Мениный. В общем, все, что надо было, все замену. Сцепление, радиатор. Все-все. Стойки менялись. Абсолютно практически новая, меньше сезона резина зимняя, шипованная. Сцепление в сборе менялось. То есть свечи, все это менялось. Машина эксплуатируется на 98-м бензине. Проблем никаких нет с ней. Масло в двигателе только что поменено с фильтрами. Тоже есть подтверждающие документы. По комплектации у нас здесь линзованная оптика. Туманки. Стекло стоит абсолютно новое. Датчик дождя, датчик света. Без ключевого доступа нет. Стоит сигнализация с автозапуском полноценная. Сзади у нас парктроники. В салоне получается кондиционер, подогрев зеркал, заднего стекла, подогрев сидений. У нас автосвет, у нас круиз-контроль. Руль предыдущий собственник держал в оплетке, поэтому он вот такой. Сделан полностью детейлинг салона, то есть машина вся отхимчищена. Вся идеально чистая, пахнет вкусно. Пробег у нас оригинальный, подтверждается диагностикой. Блутус аукс, антибукс. Шестиступенчатая механика. В машине не курили. Бонусом регистратор идет, он в бардачке. Зеркало с автозатемнением. Состояние вот такое пластика. Ничего не зашоркано, сидушечка не просижена, не перешивалась. Все в изумительном состоянии. Подлокотничек. То есть по салону только руль кому не нравится. Так, сигнализация сейчас покажу. Такая сигнализация. Коврики резиновые. Здесь все по карте двери, все идеально. Так как машина сибирская, здесь никаких коррозий, ничего нет. Здесь все оригинал. Ну вот такие от дверей есть моменты. Таблички, все целенькое. Даже вот эти наклейки, они заводские. Покажу сейчас кузов детально, чтобы не было вопросов, какие есть недочеты. Но их очень мало. То есть слабые места у нас вагосколы. Вот эти места, здесь ничего нет абсолютно. Задние тормоза в полном порядке. Литье. Вот на одном диске такой есть дефект. По-моему, не помню. Сейчас остальные глянем. Так. Дальше. Задние тормоза в порядке. Вот могу показать даже рычаги, как выглядят. Здесь просто силиконом брызнуто. Никакой коррозии, даже малейшее нет. Антикор здесь заводской. Здесь у них бывает ничего нет, не по низу. Зеркала в идеальном состоянии. Все в идеале. Передние тормозные диски родные. Их нужно менять вместе с колодками. Колодок еще половина. Надо докатать. Колодки новые куплены, лежат в багажнике. Стойки менялись. По этим видно. Ну и по ходовым ощущениям тоже все понятно. Здесь вин нормальный. Кромка без сколов. Стекло, повторюсь, новое. По передней части есть вот такие микро-микро. Но их очень мало. Видно только вплотную. Оптика в отличном состоянии. Туманки имеют небольшой пескоструй. Здесь стоит сеточка. С этой стороны все в идеале. Все зазорчики, все ровно. Стекло North Glass. Стоит новое. Есть документы. Здесь парочки. Вот единственный скол, который есть на автомобиле. Наверное, на большинстве. Один из немногих. По этому диску вопросов нет. Здесь все в порядке. А вот еще один. Навнешний. Все остальное. Ни замятий, ни вмятин. Здесь все четко. Зеркало. Кромочка с этой стороны. Крыша ни вмятин, ни тычков, ни царапин. Здесь тоже пленочка наклеена. Как раз у нас вот этой дверочки. Вот эта арочка. Вообще без вопросов. А, и вот по этому диску есть небольшой критер. Здесь небольшой. Вот так что выглядит. Здесь тоже все. Силиконом обработано. Здесь все четко. По задней части. Все в полном порядке. Здесь есть легкая царапинка. Вот, подмазана. И вот здесь. Сейчас сфокусируется. По салону. Очень просторно. Посмотрите, сколько места здесь. Здесь все как новое. За исключением вот этих дефлекторов. Дети сломали. То есть по-хорошему надо искать на разборке. Здесь все чистенько, аккуратненько. Все почищено. Без каких-либо вопросов. Так, все. Здесь пороги. Все. С пассажирской стороны сиденья вообще, можно сказать, новое. Вот оно. Кстати, есть вся история обслуживания от предыдущих двух собственников. Там целая экипа документов. Здесь не крутилась. Здесь есть какие-то следы на болтах. Да, вот здесь вот видно, но дверь родная. Сейчас мы толщиномером все просмотрим, проверим. Здесь тоже вот на этих болтах есть какие-то моменты. Для лагов это нормально. Вот здесь такая же подмазочка. Все остальное без каких-либо нареканий. Герметики, все. Ручки здесь. Все четко. Так, с этой стороны все точно так же в полном порядке. 11 июля с 12 года. Здесь все отлично. Отлично. Так, это колеса от другого автомобиля. Тут, кстати, зашумлено снизу еще. Вот колодки бошевские. Новые. Здесь у нас грязь. Здесь все нормально. С этой стороны точка заводская. Никаких следов демонтажа нет. Герметик везде оригинальный. Здесь все в полном порядке. Вот такой огроменный багажничек здесь. Да, вот здесь снизу завод. Здесь все заводское. Фары оригинальные. По водительской стороне. Волт не откручивался. Здесь никаких следов демонтажа нет. Здесь тоже все нормально. С этой стороны сложно судить. Но не видно, чтобы какие-то телодвижения были. Маркировочная табличка оригинальная. Нанесена заводским способом. Ничего не переклеиваясь. Так, под капотом. Маркировки по фарам. Здесь видно. Декабрь 2012 года. Здесь тоже видно 2012 год. По болтам. Некрученный. Некрученный болт. Капот. Не крутился. Петли не крутились. Здесь не крутилось. Здесь есть какое-то смещение. Но этот болт у нас заводской. Там внутренний заводской. По этому болту тоже не видно, чтобы он крутился. Здесь все целое. Петли целые. Вин номер под наклейкой нанесен заводским способом. Все четко. Антифриз в норме. Мотор, кстати, у нас конец 2012 года. Это уже все-таки доработанная версия, нежели чем 2011 года. Ремешок в норме. Здесь сильно ничего не намывалось. Нижний патрубок сейчас посмотрим. Все в порядке. Здесь никаких течи нету. Масло, напомню, только что поменено. Здесь все чисто, все аккуратно. Аккумулятор тоже свеженький. Хороший старик. Мотор работает очень мягко. Так и должен работать. Никаких посторонних звуков нет. Расхода масла сейчас нету. Замена каждые 5-6 тысяч километров. То есть. Очень мягенько работает. Так, быстренько пройдемся по кузову. Повторю, здесь один косметический окрас. Пускай с неровной. Сейчас внутри померим. Мнеево кузову в 1-3 тысяч километров. Так, все на спас. Так, я тоже. Я желаю. И еслиisu, мы попросим кузов. вот эта дверочка у нас 170 150 180 по моему тут даже и 200 то нету а а а а а а стежало попасть 108 попасть тяжело здесь а